приветствую вас на канале компании медлига коллеги меня зовут константин князев я врач преподаватель и клинический специалист компании медлига мы продолжаем нашу серию роликов по оптимизации ультразвукового изображения и сегодня разберем как оптимизировать сонные артерии и так коллеги проведем оптимизацию на сонной артерии очень важно выбрать правильно датчик датчик мы будем использовать l93 на базовом пресете он нам дает частоту 7 мегагерц видео по сравнению датчиков с высокой и с низкой частотой вы можете найти на канале компании медлига там очень наглядно показали в чем собственно говоря разница что ж перейдем к сонной артерии и так первым делом находим сонную артерию вот она можно в поперечном сечении ее найти и далее уже настраиваем первым делом настраивается глубина обычно глубина ставится довольно высоко или довольно низко это зависит от приседом вам нужно сделать такую глубину чтобы артерия была по центру экрана и была максимально крупно вот примерно вот так можно один сантиметр добавить если у вас более глубоко лежащие структуры следующий вариант это фокус зона вот этот маленький треугольник по краю экрана его нужно ставить ровно на тот объект который вы обследуете собственно на артерию свод фокус и он как раз на уровне сонной артерии далее настраиваем общее усиление общее усиление должно настраиваться таким образом чтобы просвет артерии был аннахогенным полностью черным настраиваю общее усиление яркость окружающих тканей она не так важно нас интересует именно сам просвет что еще можно настроить можно настроить усиление по времени лучше его настраивать когда у вас артерия расположена вдоль экрана как вы видите вот здесь есть небольшой засвет легонькие артефакты более высокая эхогенность поэтому верхней тиджи си я немножко снижу на уровне передней стенки артерии отлично теперь просвет полностью аннахогены никаких артефактов я внутри не вижу и случайно за бляшки я их не приму это очень важный момент далее чтобы посмотреть комплекс интима медиа фокус зону я чуть-чуть снижу постараюсь вывести ее идеально горизонтально чтобы был виден комплекс интима медиа и так максимально возможная протяженность комплекса интима медиа идеально горизонтально зачем я делаю это идеально горизонтально потому что угол падения ультразвуковой волны он должен быть под 90 градусов для наглядности давайте посмотрим угол вот он комплекс интима медиа и собственно вертикальная линия распространения волны идеально 90 это коллеги обратите внимание на комплекс интима медиа он сейчас довольно яркий почему это происходит потому что есть дистальное усиление от яремной вены и собственно от крови в общей сонной артерии поэтому для того чтобы померить комплекс интима медиа нужно еще дополнительно снизить гейн также можно использовать тиджи си специально затемнить нижнюю стеночку и тогда комплекс интима медиа будет легко визуализировать и легко измерить давайте ради эксперимента попробуем измерить на высоких показателях и на низких выведут тот же самый участок но в этом случае я его специально сделаю более ярким более высоким усилением более высокой эхогенности попробую измерить комплекс интима медиа на оптимизированном участке средний 0 48 а на участке с ней идеальной оптимизацией уже 0 55 почувствуете разницу если вы неправильно оптимизировали все измерения у вас будут тоже завышены это очень важный момент с оптимизацией бы режима мы с вами более-менее разобрались теперь давайте по оптимизируем цветовую карту color doppler сейчас немножко отремулируем и так вот он color doppler первым делом нужно настроить шкалу обратите внимание что появляется зона элайзинга на неизмененном участке артерии вот выглядит таким бирюзова голубоватым оттенком на неизмененном участке такой зоны быть не должно чтобы ее убрать нужно увеличить шкалу и плавно увеличиваю шкалу по одному клику по одному щелчку переключателя пока не пропадет зона элайзинга как вы видите зона элайзинга пропала все прокрашивается равномерно красным цветом вот здесь есть участки с более высокой скоростью но это нормально вот эта граница когда появляется элайзинг она для нас диагностически значима именно на ней мы проходим всю сонную артерию общую сонную данном случае и благодаря вот этой границе элайзинга границы этой шкалы мы можем увидеть локальные зоны повышенной скорости то есть даже самый маленький стеноз уже эта шкала почувствует и вы можете уже детально разбираться почему скорость повысилась если там бляшка или еще какая-то другая проблема следующий момент это настройка усиления как вы видите сейчас цвет уходит за пределы артерии вот выходит за пределы артерии здесь нужно снизить усиление общее крутилку color скручиваю против часовой стрелки пока цвет не будет соответствовать все равно немножко выходит еще немножко скручу чуть-чуть приподниму шкалу итак что мы имеем цвет уже практически не выходит за край артерии но при этом идет полноценное прокрашивание если я буду еще снижать то у меня будет дефект окрашивания с этим уже работать нельзя если я буду повышать то цвет начнет расползаться за пределы артерии этого нам бы не хотелось таким образом настраивается цветовой докер что касается и w доктора идея в том чтобы поставить сосуд вот 60 градусов но делается это не с помощью угол коррекции она уже в базовом 3 сети у вас стоит под 60 градусов а вот здесь показатель 60 настраивается она с помощью наклона или стира то есть вот эту длинную зеленую линию можно наклонить так чтобы у нас стала вот эта зона опроса и короткая линия угол коррекции идеально по краю артерии вернее по ее центру по оси отлично вот мы записали небольшой фрагмент как вы видите здесь есть спектральная окошко она появляется в не измененном кровотоке в том случае если гейт вот эти врата или контрольный объем и дабыл и доктора занимают примерно одну треть артерии если у вас будет слишком большой контрольный объем то вот этого окошка вы уже не увидите и это будет создавать дополнительные проблемы в диагностике может это важный симптом давайте ради эксперимента по хулигане как вы видите наше спектральное окошко стало уже вот таким вот грязным и качество спектрограммы резко падает поэтому для артерий всегда контрольный объем должен быть одну треть но не более 2 3 в крайнем случае что еще можно настроить можно настроить итак коллеги настраиваем усиление обратите внимание что наверху комплексов вот этих есть такие вот маленькие яркие волоски если усиление у вас перекручена этих волосков будет очень много и скорость в итоге будет завышена за пример вот 109 сантиметров теперь я снижаю усиление педалу и его чудо скорость резко снизилась сидят гипердиагностика добрые 10 сантиметров лишних поэтому усиление нужно ставить так чтобы вот этот контур был ровный и без лишних волосков также хорошо видно спектральное окошко как выбираем шкалу шкалу выбираем так чтобы большую часть экрана занимал спектр но при этом не выходил за его край еще одна проблема это базовая линия базовая линия ставится так чтобы за ее краем был виден участок то есть вот эта зона должна всегда оставаться на экране если вы ее поставите краю экрана у вас есть шанс поставить базовую линию абсолютно неверно то есть вот сейчас скорость 95 сейчас я по хулиганю поставлю базовую линию в другую сторону посмотрите какая скорость уже 54 как так получается давайте разберем измерение идет всегда от базовой линии поэтому когда вы делаете оконтуривание или измеряете скорость у вас измеряется вот это вот зона то есть то что находится под этой кривой подвергается измерение в том случае когда у вас базовая линия стоит неверно и спектр перескакивает через край экрана то по факту вы измеряете уже не вот эту нижнюю часть а вот эту верхнюю то есть измеряется вот эта зона это очень частая ошибка новичков поэтому базовую линию никогда идеально краю экрана старайтесь не прижимать чтобы не запутаться спасибо что досмотрели ролик до конца коллеги мы уже записали ролики по оптимизации щитовидной железы и молочной железы если вы хотите посмотреть оптимизацию еще на какой-то тип исследования обязательно напишите об этом в комментариях удачи в работе коллеги